Дорогие друзья, сегодня у нас очередной гастроклуб. Здравствуйте! И хотела бы я начать сегодня вот чего. Призываю вас очень активно в течение всего нашего эфира задавать вопросы, потому что в гостях у меня уникальный гость. Это доктор одновременно и врач-акушер-гинеколог, и врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Успенская Юлия Борисовна. Здравствуйте! Это доктор, который занимается проблемами, заболеваниями желудочно-кишечного тракта у беременных женщин. Я думаю, вот такого уникального специалиста у меня еще в гостях не было. Наверное, вы, может быть, даже единственный человек, который вот обладает такой квалификацией, занимаетесь такими сложными пациентками. Мы этих пациентов у себя на приеме врачи-гастроэнтерологи видим не очень часто, но всегда очень сильно их боимся, потому что всегда опасения. Можем ли мы назначать наши привычные препараты этим пациенткам? Как их обследовать, чтобы не навредить и малышу, и маме будущей? Поэтому вопросов у меня сегодня очень к вам много. Скажите, пожалуйста, приветственные слова. Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рада поучаствовать в такой интересной передаче. Всегда слежу за выпусками встреч Валерии Олеговны с нашими коллегами, докторами. И, безусловно, среди множества актуальнейших проблем, проблема беременности занимает также не последнее место. И я буду очень рада поделиться своим опытом, современными данными по вопросам ведения беременных женщин с гастроэнтерологической патологией. Большое спасибо! Я тогда сразу первый вопрос. Вот расскажите нам, какие заболевания желудочно-кишечного тракта у беременных встречаются чаще всего? Ну, хотела бы в первую очередь сказать, что период беременности, конечно, это очень особенный период жизни женщины. Не только вследствие того, что женщина переходит несколько другой статус, она становится матерью, но и вследствие изменения гормональных влияний, гормонального гомеостаза, изменения метаболизма, особенно на поздних сроках беременности, изменения расположения анатомии органов в брюшной полости и в малом тазу, безусловно, это совсем другой человек, нежели тот, кого мы видим в ней беременности. И женщины, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта предшествовали беременности, могут поменять свое течение в период беременности. Это требует и коррекции лечения, и коррекции подходов к ведению этих пациенток. И, с другой стороны, женщины, которые никогда не страдали какими-либо заболеваниями органов пищеварения, впервые могут столкнуться с симптомами этих заболеваний. И, конечно, среди прочих заболеваний органов пищеварения, наиболее часто пациентки обращаются с жалобами на запоры. Скорее всего, это то самое заболевание, которое или состояние, которое чаще всего приводит беременных женщин на прием к гастроэнтерологу или к терапевту. То есть понятно, если у женщины до беременности был гастрит или язвенная болезнь или воспалительные заболевания кишечника, то она с ними и войдет в беременность. Мы сегодня, наверное, больше поговорим о тех состояниях и заболеваниях, которые вот настигают. Вдруг женщина, она считала себя совершенно здоровой, и вдруг ни с того ни с сего вот ее беременность начинает приводить, сопровождаться какими-то изменениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Вот, наверное, вы действительно правы, запор это самое такое неприятное и самое часто встречающееся заболевание, которое возникает во время беременности. Да, действительно. Как часто, с какой процент, какая доля беременных страдает запором? Ну, эти цифры варьируют и считается, что от 40 до 50, даже по некоторым данным 60 процентов женщин во время беременности страдают от нарушения кишечной функции. И в первую очередь, конечно, они идут к своим акушерам-гинекологам, наблюдающим во время беременности. И часто акушеры-гинекологи сталкиваются с тем, что запоры во время беременности могут носить достаточно стойкий, упорный характер. А у женщин, у которых нарушение кишечной функции наблюдалось и до беременности, запоры могут иметь более рефрактерный характер к каким-либо терапевтическим воздействиям. А вот скажите, пожалуйста, зависит как-то от триместра? Например, в первом триместре более выражены эти влияния или наоборот? И женщина может надеяться, что там скоро это разрешится, там ко второму, к третьему? Или это вот состояние, которое сопровождает всю беременность? Ну, хотелось бы сразу сказать, что если говорить о беременности и о влияниях, гормональных влияниях, которые преследуют женщины на протяжении всей беременности, а ведь мы понимаем, что гормоны, продуцируемые плацентой, например, прогестерон, так необходимы для развития нормальной физиологической беременности, его концентрация увеличивается на протяжении беременности с первого триместра до третьего практически стократно. И эти влияния гормональные, а помимо этого и рост и увеличение размеров матки за счет увеличения размеров плода, безусловно, оказывают все большее влияние как на течение заболеваний органов пищеварения, усугубляя их проявления по мере прогрессирования беременности с одной стороны, и с другой стороны включается в этот этиопатогенез, заболевания органов пищеварения и метаболические изменения, в том числе, которых также нам следует учитывать. То есть, если запор начался, то надеяться, что где-то ближе к середине беременности он разрешится, уже не приходится, скорее всего. Вот самостоятельно, я имею в виду, без помощи доктора. Да, конечно. Скорее всего, следует ожидать то, что запор на протяжении беременности будет усугубляться, и если не проводить каких-либо, скажем, медикаментозных или общетерапевтических воздействий, скорее всего, пациентка будет страдать от него только сильнее. А расскажите нам, почему все-таки возникают запоры? Вы упомянули гормональные стимулы, давление плода. Что там с гормонами такое происходит? Почему именно прогестерон каким-то образом влияет на сократительную функцию? Ну вот поподробнее нам, чтобы мы понимали патогенез запоров именно у беременности. Да, конечно, гормоны главный тирижер всех процессов во время беременности. И одной из главных функций гормонов, особенности прогестерона, это помочь женщине, помочь организму выносить беременность. А это значит, что у прогестерона есть огромные плеотропные функции, и в том числе одна из самых важных, это миорелаксация. Зачем это нужно? Воздействуя на гладкую мускулатуру матки, миометрия, прогестерон, таким образом способствует удержанию плода в матке на протяжении беременности. Но, к сожалению, его миорелаксирующее воздействие не селективно. И помимо влияния на миометрию гладкую мускулатуру матки, он влияет и на всю гладкую мускулатуру, расположенную в желудочно-кишечном тракте. Это и пищевод, это и желудок, это и тонкая и толстая кишка, и гладкая мускулатура, в том числе и желчевыводящих путей. Поэтому по мере увеличения сроков беременности, это мере релаксирующего воздействия усугубляется. И помимо этого и механические факторы во время беременности также оказывают свое влияние. Например, увеличение матки в размерах приводит к смещению толстой кишки и тонкой кишки. И на поздних сроках беременности, особенно при многоплодной беременности, мы можем даже видеть частичную компрессию некоторых отделов кишечника, что, безусловно, также носит свой вклад в нарушение кишечной функции. Понятно. Означает ли это, что если к нам на прием приходит беременная женщина с запором, то мы уже можем быть спокойны, что вот это, в общем-то, естественное такое проявление ее повышенного гормонального статуса, так скажем, и что ее не надо обследовать, что мы уже понимаем, в чем причина ее запора, и сразу можем переходить к лечению. Или все-таки есть какие-то группы беременных женщин, которых мы должны сначала обследовать, а потом уже назначать терапию? В большинстве случаев это так, действительно. Выясняю анамнез у пациентки, если пациентка предъявляет жалобу на впервые возникший запор или запор, который был у нее ранее до беременности, проявляется все более ярко, конечно, в большинстве случаев в этих ситуациях не требуется какого-либо специфического лечения. Но на что нам следует обратить внимание? В первую очередь мы должны расспросить пациентку о том, какие препараты она принимает, потому что часть из препаратов, назначаемых во время беременности, достаточно часто сами, могут по себе провоцировать или усугублять запоры, проявление запоров. Среди этих препаратов это спазмолитики у женщин с угрозой невынашивания беременности, это те же препараты на основе прогестерона, это могут быть препараты железа. У пациентки также могут быть нарушения функции щитовидной железы, которые являются также фактором, способствующим нарушением кишечной моторики. Конечно, все эти моменты мы должны уточнить, но не следует забывать о симптомах тревоги или так называемых красных флагах, когда у пациентки нарушение кишечной функции может сопровождаться лихорадкой или анемией, или выделением крови скалом, или снижением массы тела, или у пациентки, имеющей тяжелые рефрактерные многодневные запоры. В этих ситуациях, конечно, мы должны подумать не только о их функциональной причине, но можем и предполагать наличие каких-либо органической базы для развития запора во время беременности. Поэтому исключать какую-либо органическую патологию во время беременности полностью сбрасывать из щитов мы не можем. Не можем. Но вот если вдруг мы заподозрили что-то тревожное, как с ней, с этой беременной женщиной, какие методы диагностики такие же, как у небеременных пациентов, или мы начинаем с чего-то другого, не с колоноскопии? Ну, в большинстве случаев, конечно, мы начинаем с неинвазивных методов исследования, обязательно лабораторное обследование, анализы крови, все это, конечно, мы делаем, но в тех ситуациях, когда нам все-таки требуется визуализация каких-либо образований, или мы предполагаем, что это может быть в кишечнике, да, эндоскопические методы исследования могут быть проведены при наличии четких показаний. Считается, что наиболее безопасным для этого является второй триместр беременности. Проведение эндоскопии возможно, ну, например, ректосигмоидоскопии, это может проводиться, да, это мы можем иметь... Под наркозом или нет? Можно проводить, конечно, это под наркозом. Обязательно эта ситуация обсуждается с анестезиологами. Как правило, это проводится под контролем, уже на более поздних сроках беременности, под контролем кардиотокографии плода, обязательно при совместном участии с акушерами-гинекологами. Все это, конечно, мы проводим с нашими коллегами, пытаясь оградить нашу женщину от каких-либо нежелательных последствий проведения эндоскопического исследования. Но, конечно, все это происходит не так часто. На вашей практике какой процент беременных женщин с запорами все-таки подвергается обследованию такому серьезному? Ну, вы знаете, к счастью, таких ситуаций не было у пациенток с запорами. Были какие-то другие ситуации, когда у пациенток предполагались воспалительные заболевания кишечника. И в этой ситуации, конечно, на помощь нам приходили эндоскопические исследования. К счастью, никаких нежелательных последствий у этих больных мы не видели. И вот даже когда речь идет о таких заболеваниях, обязательно взвешивается польза риск. Если эндоскопическое исследование, которое, конечно, какой-то потенциальный риск во время беременности несет, может повлиять на дальнейшую тактику ведения пациентки, мы это назначаем, мы на это идем. Иногда мы идем на это даже без подготовки кишечника специально к эндоскопическому обследованию, либо минимальная подготовка кишечника, не требующая назначения специфических препаратов. А вот, кстати, да, как беременность готовить к колоноскопии? Это клизмы? В основном это действительные клизмы. А вот если кто-то все-таки понимает, что ему нужно обследовать беременную женщину, провести их колоноскопию, это можно сделать в условиях своего стационара или поликлиники у эндоскописта, который не делает каждый день колоноскопию беременной женщины? Или есть все-таки какие-то экспертные центры, где есть специалист, колоноскопист, который видит чаще беременных женщин? Может быть, какие-то перинатальные центры специальные? Вы дадите совет отправлять к любому эндоскописту или все-таки более прицельно и тщательно отнестись к этому вопросу? Ну вот я соглашусь с этой точкой зрения, что, конечно, лучше отправлять в перинатальные центры либо в многопрофильные центры, где есть и акушерская, и гинекологическая помощь, потому что мы не знаем, да, какие ситуации могут возникнуть при проведении эндоскопического исследования. Лучше иметь, конечно, многопрофильную команду междисциплинарную, чтобы можно было своевременно и быстро оказать помощь беременной женщине. Понятно, спасибо. Давайте теперь поговорим про лечение беременных женщин. Я думаю, что прежде чем они дойдут до врача, терапевта или гастроэнтеролога, они, наверное, с этими запорами очень часто, вот вы сейчас расскажете свой опыт, но, как мне кажется, все начинают бороться потихоньку самостоятельно. Используют какие-то пищевые продукты. Вот по своему опыту не беременных людей, а пожилых людей или вообще любых других, это чаще всего считается, что безопасно. Какая-то травка по типу сены, кора ревени, крушина, какие-то масла принимаются, касторовое масло, вазелиновое, магнезия, соли, да, вот какие-то. Беременные женщины тоже этим грешат, они начинают принимать какие-то травки, там масла и соли, и насколько это действительно безопасно и можно беременным женщинам. Ну а потом уже перейдем к каким-то серьезным лекарственным препаратам. Да, действительно хороший очень вопрос. Зачастую пациентки, которые имеют беременность и запор, они уже находят какой-то, ну путем длительного выбора, они находят какой-то препарат, который им помогает часто, не обращаясь к врачу, и остаются с этим препаратом и уже на протяжении беременности. И не всегда эта терапия является совместимой с беременностью. Вообще, если говорить о назначении любой лекарственной терапии беременным пациенткам, мы, конечно, стремимся минимизировать дозы препаратов и избегать препаратов, которые обладают потенциальным фетотоксическим, эмбриотоксическими эффектами. И, конечно, спектр таких безопасных препаратов у беременных женщин при лечении запоров достаточно сужен. И вот как Валерия Олеговна очень точно подметила, действительно многие женщины предполагают, что если препарат на основе растительных каких-то субстратов, этот препарат, скорее всего, безопасный. Ну что такое какая-то травка? А вот оказалось не совсем так. Вот, например, препараты на основе крушины, сены, они крайне нежелательны во время беременности. Ну, например, препараты сены, помимо их общеизвестных эффектов на нарушение, проводящие систему кишечника, нервной системы кишечника, неблагоприятность, с одной стороны, могут вызывать и колики, и даже стимулировать повышение тонуса миометрия, кора крушины. Это препарат, не применяющийся у беременности из-за его потенциального тератогенного эффекта. Так что, конечно, от этих препаратов во время беременности необходимо отказываться. Но на первом этапе лечения запоров мы все-таки начинаем не с лекарственной терапии, а с модификации питания и образа жизни. Те женщины, которым можно, ну, не запрещены какие-то ограниченные физические нагрузки, мы им рекомендуем более активный образ жизни, рекомендуем пациенткам соблюдать питьевой режим, то есть это полтора-два литра жидкости в сутки непременно, обязательно рекомендуем достаточное употребление растительной клетчатки в рационе. Все это, конечно, мы нашим женщинам предлагаем. Частое дробное питание. Ну, если меры вот этого этапа не оказываются достаточно эффективны, вот на этом, в этот момент мы уже, конечно, задумимся о назначении дополнительной лекарственной терапии запоров. А вот про масла еще скажите, насколько они безопасны? Да, если говорить о маслах. Ну, по поводу вазелинового масла, конечно, мы стараемся эти препараты не назначать, потому что при длительном их применении, не эпизодическом, допустим, один-два раза, как острое средство, мы можем наблюдать нарушение абсорбции жирорастворимых витаминов. Это и А, и Д, и Е, и К. И, безусловно, для беременной женщины это определенный и значимый риск. Что касается солевых слабителей, например, упоминали о магнезе, такое старое доброе средство, мы тоже не назначаем беременным женщинам, потому что длительное применение этих препаратов могут быть взаимосвязаны с развитием электролитных нарушений. Так, а вот у нас еще есть препарат такой популярный, как будто бы безопасный, который даже при циррозе печени можно, это лактулоза. Можно ли ее беременными? Да, лактулоза относится к препаратам, признанным безопасными во время беременности. Но тут есть тоже некоторые ограничения. Не все пациентки хорошо переносят этот препарат. У ряда женщин развивается выраженное вздутие, бурление, очень выраженный дискомфорт. А мы понимаем, что при наличии повышения, скажем, рефлекторной активности кишечника мы можем даже ожидать и рефлекторное повышение тонуса миометрии. Конечно, в этих ситуациях мы пробуем либо менять дозировку, либо как-то дробно назначать этот препарат, разделять дозу на несколько приемов. Но даже если эти меры нам не помогают, к сожалению, приходится от этого безопасного средства у беременных отказываться в пользу других препаратов. Так, тогда еще вопрос, мне кажется, тоже популярное средство. Это свечи различные, микроклизмы. Вот насколько они допустимы к применению беременных? Да, очень любят наши коллеги-акушеры-гинекологи в особенности назначать препараты, ну, свечи глицериновые, да, или микроклизмы. Это в большинстве случаев это препараты, базовый эффект которых терапевтический связан с стимулирующим воздействием на кишечник. Да, их можно назначать во время беременности, но опять же, как средство экстренной помощи, а не как ненадлительный прием. Ну, тогда нам расскажите, какие же препараты являются препаратами выбора, которые не только безопасны, но, наверное, еще и эффективны, да, при беременности. Мне кажется, вот то, что вы рассказали, это огромный уровень гормонов, которые ослабляют тонус стенки кишки. Здесь очень сложно, на самом деле, да, справиться у беременности. Да, конечно. Во время беременности этот патогенетический фактор, который не теряет свою значимость, а наоборот, его значимость возрастает по мере увеличения, срока беременности, с ним очень сложно взаимодействовать и справляться, но все-таки есть препараты, которые мы можем назначать беременным и от которых мы можем ожидать все-таки эффекта. Это препараты на основе псиллиума, да, шелухи-подорожник, это объем, группа объем формирующих слабительных. Вы сказали, что на лактулозе возникает вздутие. Мне кажется, на препаратах псиллиума тоже этого можно ожидать? Можно ожидать, но не у всех пациенток. Вот, к сожалению, во время беременности, в принципе, и вне беременности, это очень индивидуальный вопрос подбора лекарственного препарата для лечения запоров. Да, но сейчас у нас, скажем, не такой широкий выбор, у нас нет такой роскоши перебирать препаратами во время беременности из-за, скажем, узкого спектра препаратов, обладающих доказанной безопасностью во время беременности. И, конечно, кому-то может не подходить препараты лактулоза, а вот псиллиум может подойти даже очень хорошо. Препараты макрогола также относятся к этой группе. Объем формирующих слабительных, они являются безопасными во время беременности. Это полиэтиленгликоль, да? Да, эти препараты не абсорбируются в кишечнике, могут безопасно назначаться во время беременности. Ну и короткими курсами также мы можем назначать на начальном этапе лечения запоров, чтобы, скажем, уже сразу помочь пациентке иметь регулярный стул. Это препараты на основе пикосульфата натрия. Мы можем их назначать короткие... Стимулирующие, да, уже слабители? Да, это та же группа стимулирующих слабителей. И мы на коротком этапе можем назначать эти препараты совместно с объемом формирующими препаратами, чтобы у пациентки пока накопится вот этот эффект от применения объема стимулирующих слабительных, вот как раз, чтобы у нее уже был регулярный стул, и пациентку избавить от этих неприятных ощущений дискомфорта. А вот подскажите, пикосульфат натрия, в какой дозировке его можно беременным? Он реально безопасен, да? Да, считается, что этот препарат, ну, согласно данным международных исследований, не показал каких-либо побочных эффектов при применении его в рекомендуемых общетерапевтических дозах. А какие вот эти дозы, там 15-30 капель? 10-15 капель. И уже в первый триместр можно его? Ну, вот таких ограничений строгих нет. Ладно. И то есть, вот ожидая такую комбинацию стимулирующих слабительных с объемом, формирующими, да, мы ожидаем получения какого-то эффекта, да. Если только на объемных слабительных мы не дождались эффекта, то вот такая комбинация, она должна сработать. На непродолжительный период, и всегда, конечно, назначая стимулирующие слабительные, мы должны помнить, что пациенткам с угрозой прерывания беременности, да, мы должны с большой аккуратностью назначать эту группу препаратов, потому что есть вероятность того, что мы можем, скажем, усугубить повышение тонуса миометрии. Поэтому этим пациенткам, конечно, мы тщательно выбираем препарат, который мы назначаем, чтобы не усугубить ситуацию. Да. Законтили проблему запора, да? Нам очень актуальны, но думаю, что, наверное, базово все в деле. Давайте тогда перейдем к следующей проблеме, наверное, которая следует вторым номерам по распространенности. Мы с вами это обсуждали до начала передачи. Это изжога. Изжога у беременных. Насколько часто она встречается? В каком триместре она начинает максимально беспокоить женщин? И опять-таки, почему вдруг женщину, которой никогда в жизни раньше не было изжоги, какие здесь механизмы, почему возникает изжога и как с ней бороться? Так сразу емко в одном вопросе я сформулировала все про изжогу. Да, изжога, безусловно, очень частый симптом беспокойщих беременных женщин. Данные также варьируют от 40% даже до 80% женщин могут столкнуться с этим неприятным ощущением. И, как правило, это более поздние сроки беременности, где-то начиная со второй половины беременности. И опять же, этому есть несколько причин. С одной стороны, это гормональное влияние. Опять же, то же самое релаксирующее воздействие прогестерона на сфинктерный аппарат пищевода. Это нарушение несократительной функции. Вы меня, наверное, поправите. Нарушение давления в нижнем пищеводном сфинктере, которое мы чаще наблюдаем у женщин на поздних сроках беременности. Было показано, что снижение этого пищеводного давления, тонуса нижнего пищеводного сфинктера, снижается даже до 55% от небеременного периода. Это именно гормональное влияние. Да. Но нельзя исключать, конечно, и механические факторы. С одной стороны, по мере увеличения срока беременности, увеличения размеров матки, повышается внутрибрюшное давление, оказывается давление на желудок. И, конечно, частота вот этих вот нежелательных рефлюксов из желудка в пищевод увеличивается. Особенно в тех случаях, когда пациентки значительно прибавляют во время беременности массы тела, и с исходно высоким индексом массы тела. У этих женщин, конечно, мы ожидаем увидеть, наблюдать изжогу гораздо чаще. Так, ну это, в общем-то, достаточно понятно. Да, вот что делать-то с этим? Потому что, когда мы имеем дело с небеременной пациенткой, у нас целый огромный перечень антисекреторных препаратов, которые мы им назначаем, и на следующий день получаем эффект. Вот какие препараты можно беременным женщинам? Опять-таки, мы видим, что они начинают пить соду, начинают пить антоциды. Некоторые, кому не помогают, уже обращаются к гастроэнтерологам. И тут всегда встает вопрос, можно ли ингибиторы протонной помпы, если можно, то какие, или аж два блокатора назначать. Вот расскажите нам здесь про медикаментозную терапию. Ну, к сожалению, у беременных мы тоже сразу не можем себе позволить назначить лекарственную терапию. После уже первых, скажем, предъявленных жалоб, вот сначала мы начинаем с модификации образа жизни. Вообще, в целом, хочется сказать, что беременные пациентки не расположены к реему лекарственной терапии. Часто беременные женщины принимают лекарственную терапию уже по поводу каких-либо осложнений или проблем с беременностью. Это 40% женщин. Вот было такое исследование проведено, показало, что женщины принимают 3, 4 и даже более препарата. То есть в настоящее время достаточно редко мы можем увидеть женщину, беременную, не принимающую вообще никакой терапии или, допустим, поливитаминных комплексов. Вот такая это наша сегодняшняя реальность. Но в этих ситуациях, конечно, мы начинаем с рекомендации о частом дробном питании, исключение продуктов, которые потенциально могут приводить к снижению тонуса нижнего пищеводного сфинктера. Рекомендуем пациенткам спать с приподнятым головным концом кровати. Мне кажется, это не помогает. Но предложить и попробовать мы должны. Все международные рекомендации все-таки нам диктуют попробовать сначала не медикаментозные методы, потому что всю медикаментозную терапию мы стремимся во время беременности минимизировать. Что касается лекарственной терапии, и начинаем мы опять же не так, как в нашей обычной повседневной гастроэнтерологической практике, и начинаем мы все-таки с препаратов наиболее мягкого эффекта. Мы начинаем с антоцидов, с альгинатов. Эти препараты считаются безопасными во время беременности. Ну а как там же содержится алюминий, что еще, фосфор, магний. Магний, да. Это все не всасывается? Это безопасно для... Считается, что, безусловно, наиболее безопасными являются во время беременности препараты на основе альгинатов. В общетерапевтических дозах все-таки безопасными признаны препараты даже на основе гидроксида алюминия и магния. Так что эти препараты применяются могут, но главное, чтобы это были дозировки рекомендованные. А вот как насчет смектита, на котором написано, что он помогает при изжоге адсорбировать, обволакивать? Нет? Ну, вы знаете, четких показаний к этому нет. Как правило, то, что мы видим в международных рекомендациях и, скажем, в публикациях наших отечественных, этот препарат не является препаратом первой линии. Но в тех случаях, когда нет возможности выбрать препарат, который все-таки имеет большую доказательную базу в отношении лечения гастроэзотекиальной рефлюксной болезни, ну, что же делать? Можно. А если вот пациентка пришла и говорит, что она принимает соду и ей помогает, вы ей отговариваете? Да, сода все-таки связана, ее длительное применение часто тоже несет с собой в себе риск развития электролитных расстройств. Конечно, надо рекомендовать те препараты, которые не обладают такими рисками. То есть алгинаты более эффективны и безопасны в этом смысле? Ну, считается, что да. А те, и другие препараты тоже допустимы. Не будем уж такими совсем строгими. Ну, а вы назначаете все-таки какие-то более серьезные препараты? Апи-секреторные терапии. Я знаю, вы подводите меня к этому. Да, конечно, назначаем. В каких случаях? В тех случаях, когда мы видим рефрактерность ко всем нашим режимным рекомендациям, рефрактерность к контоцидам, когда у пациентки выраженные, частые изжоги, мучительные зачастую, мы, конечно, рекомендуем в первую очередь это препараты, это H2-блокаторы. То есть H2-блокаторы сначала? Рекомендуем, да, H2-блокаторы. Наряду с ними мы можем назначать некоторые из препаратов ингибиторов, из групп ингибиторов протонной помпы. Если обратиться к инструкции, нашим отечественным инструкциям эти препараты, ряд из них могут назначаться во время беременности при взвешивании польза риска. То есть категорических запретов на эти препараты нет. То есть, насколько я знаю, только он и прозол, по-моему, одобрен его применением. Ну, у нас очень, да, у нас инструкция к он и прозолу, она очень, скажем, демократичная, позволяет нам применять этот препарат и во время беременности, и в периоде грудного вскармливания. Ну, вот некоторые другие препараты также могут применяться во время беременности с ограничениями, только после консультации с врача при сопоставлении возможных рисков. А вот можно я вам задам такой вопрос по поводу H2-блокаторов и ингибиторов протонной помпы? Я вот когда-то готовила лекцию по язвенной болезни, и где-то я видела такую фразу, что да, H2-блокаторы, они доказали свою безопасность у беременных, и что вот это препараты первой линии, если мы выбираем среди антисекреторных. Но это связано только с тем, что по H2-блокаторам больше исследований. А не потому, что они на самом деле более безопасны. Что вот большое количество было и на животных, и даже, по-моему, и на беременных женщинах было проведены клинические исследования, и в этих исследованиях было показано, что они вот да, не несут какого-то страшного риска, не обладают тратогенным действием. А по ингибиторам протонной помпы просто не было вот таких вот больших исследований, но на самом деле ингибиторы протонной помпы столь же безопасны, но более эффективны. Вот нет у вас такого мнения? Не хочется подспудно все-таки назначить амепрозол, чем какой-то там H2-блокатор, который там обладает все равно большими побочными эффектами, там синдром Рикошетта потом? Нет? Вы знаете, я соглашусь с вами и очень охотно соглашусь по поводу того, что действительно доказательная база безопасности лекарственных препаратов у беременных накапливается очень небыстро и очень сложно, потому что это деликатная группа пациенток, и проводить полноценные клинические исследования о безопасности, эффективности некоторых препаратов у беременных по этическим соображениям, к сожалению, невозможно. И в ряде случаев, мы даже обращаясь к инструкции к препаратам, которые давно потеряли свою актуальность, мы видим, что препараты во время беременности запрещены, а при этом уже накоплена доказательная база о том, что эти препараты, совместимые с беременностью, не обладают какими-то нежелательными эффектами на растущий плод. И да, действительно, конечно, апеллируя ко всем нашим знаниям о эффективности нежелательных эффектов антисекреторной терапии, H2-блокаторов или ИПП, конечно, хочется назначить пациентке ту терапию, которая будет достаточно эффективна и не будет нести каких-то нежелательных последствий для беременной женщины. Ну вот здесь мы, конечно, пока наши руки немножко связаны объемом доказательных данных. Но надеюсь, что со временем их будет больше. Я вижу, что тут поступает достаточно много вопросов, но мы их, наверное, оставим на конец нашей с вами дискуссии. Так, ну что, про изжогу, наверное, еще вот какой вопрос. Опять-таки, мы лечим беременных женщин, не обследуя их, или в каких-то случаях нам опять придется сделать гастроскопию? В подавляющем большинстве случаев мы не обследуем пациенток, а ориентируемся только на клиническую картину. Но если мы видим тяжелую рефракторную изжогу, если мы видим признаки или симптомы потенциального кровотечения, пищеводного кровотечения, или мы можем предположить у пациентки на речи эрозивно-язвенного тяжелого процесса, то, конечно, в этой ситуации мы пациенток направляем на эндоскопическое исследование. Опять же, наиболее безопасным считается второй триместр беременности для этого. Но если есть для этого экстренные показания, мы проводим эндоскопическое исследование на любом сроке беременности. Так, ну давайте теперь, наверное, перейдем к такой наиболее важной и сложной теме, которую мы с вами хотели обсудить. Это внутрепеченочный холестаз беременных и желчекаменная болезнь, билярный сладж у беременных. Потому что, с одной стороны, вроде бы это встречается не так часто, но с другой стороны, это, наверное, такое очень мучительное состояние, которое еще и грозит осложнениями для плода и для мамы. Вот первое, что я хотела вас спросить, как часто у беременных женщин встречается внутрепеченочный холестаз? Действительно, внутрепеченочный холестаз беременных, если говорить о распространенности, то она относительно невысока. И считается, что в европейской популяции она варьирует где-то в районе 1-1,5, ну максимум 2%. Есть страны, где этот показатель вышен, в некоторых этнических группах, например, у индейцев в Чили. В Чили этот процент может достигать 27%. В целом, пока не совсем понятно, какие факторы способствуют такой высокой распространенности, но были об этом публикации очень интересные. Что такое внутрепеченочный холестаз беременных? Немножечко напомню. Это такая необычная холестатическая реакция, развивающаяся, как правило, во втором-третьем триместре беременности на фоне высоких концентраций женских половых гормонов и спонтанно регрессирующая после родов. Почему все-таки такое внимание к этому состоянию? Состояние достаточно загадочное, оно абсолютно специфично для периода беременности. И такое самоокупирующееся состояние. Мы часто видим, что симптомы этого заболевания, а наиболее ярким его симптомом является выраженный кожный зуд. Эти симптомы регрессируют уже у части пациенток уже в родильном зале после рождения ребенка, отделения рождения последа. Вот такое удивительное заболевание. Но удивительно оно, скорее не удивительно, а проблемным оно является по той причине, что несмотря на достаточно благоприятный прогноз для матери и его благоприятное течение у матери, для плода это заболевание взаимосвязано с высоким риском осложнений. В первую очередь это невынашивание беременности, преждевременными родами, это развитием дистресс-синдрома у плода, и самое грозное осложнение это антенатальная гибель плода, причины которой до настоящего времени пока не совсем понятны. Вот почему этому состоянию посвящается все больше исследований в последние годы, поиски патогенеза и факторов или маркеров, предикторов развития вот этих грозных осложнений со стороны плода. А опять-таки почему возникает этот внутрепеченочный холестаз? Вот тот самый высокий уровень прогестерона или неизвестно этиологии патогенеза болевания? Ну, здесь есть уже доказанные факторы, способствующие развитию внутрепеченочного холестаза беременных. Развивается, как уже вот мы обсуждаем, он достаточно нечасто, но с другой стороны есть факторы предрасположенности к развитию этого заболевания. Да, вы расскажите, какой шанс у женщины, которая беременеет, насколько надо бояться? Какие предикторы, может быть, факторы риска развития внутрепеченочного холестаза? Ну, в первую очередь, это генетические факторы. Было показано, что внутрепеченочный холестаз беременных чаще развивается у женщин, имеющих внутрепеченочный холестаз беременных, у родственниц или какие-то хронические холестатические заболевания печени. Есть выделены определенные гены белков-переносчиков каналикулярной мембраны, которые участвуют в транспорте желчных кислот и фосфолипидов из гепатоцитов желчной каналицы. Да, вот еще раз подчеркну, что это внутрепеченочный холестаз беременных, то есть на уровне клеток и канальцев. Это с одной стороны. С другой стороны, безусловно, гормональные факторы, это высокий уровень эстрадиола, это высокий уровень прогестерона, действуют эти гормоны немножко по-разному. Их вклад в патогенез, например, у эстрадиола, заключается в нарушении работы транспортных систем гепатоцита. А относительно прогестерона, тут говорят о особенностях метаболизма. Прогестерона у некоторых женщин связаны с повышением концентрации сульфатированных метаболитов прогестерона. Но это лишний раз подчеркивает более высокую частоту развития внутрепеченочного холестаза беременных именно на поздних сроках беременности, когда концентрация женских половых гормонов, плацентарных гормонов максимальна. Но в ряде случаев все чаще мы наблюдаем развитие этого состояния у женщин на ранних сроках беременности, особенно среди тех женщин, у которых беременность наступает с применением вспомогательных репродуктивных технологий, когда высокие концентрации половых гормонов мы наблюдаем уже на ранних сроках беременности. Чаще это носит все-таки такой транзиторный характер, но тем не менее у этих женщин мы можем ожидать и возврат симптомов после их регресса на поздних сроках беременности. Есть данные и о экзогенных факторах, привносящих свой вклад в развитие внутрепеченочного холестаза беременных. Это дефицит селена, и чаще наблюдается это состояние почему-то в зимний период. Интересно. А вот, например, масса тела, курение, возраст беременной женщины не влияют? Нет таких данных? Таких данных нет, но вот очень интересно оказалось, что хронические заболевания печени, например, гепатит С или наличие неалкогольной жировой болезни печени, тоже может быть фактором развития этого состояния. То есть все-таки полные женщины, если говорить про неалкогольную жировую болезнь, более склонны к внутрепеченочному холестазу, чем худенькие? Вот этого я, к сожалению, подтвердить не смогу. То есть вы видите, вот вы же, у вас диссертация докторская по этой проблеме, и среди полных, и среди худеньких встречается приблизительно одинаково, так вот, навскидку. Ну, вы знаете, мы такой параллели не проводили, я бы не заметили мы такой корреляции. В большинстве случаев все-таки пациентки независимо от их массы тела. И от возраста. И от возраста. А вот что очень также важно, это наличие многоплодных беременностей. Вот значительно чаще у женщин с двойнями или с тройнями это состояние развивается, с одной стороны, чаще, а с другой стороны, она уже дебютирует на более ранних сроках. И самым ярким симптомом, я повторюсь, это является выраженный кожаный жут. А еще есть какие-то симптомы? Может быть, пожелтение кожных покровов, там какие-то, может быть, холестеромы на коже? Нет? Пожелтение кожных покров при тяжелых формах надребеченостного холестаза беременных может возникнуть, но считается, что это не чаще, чем в одной пятой случаев. Что интересно, вот у нас тоже мы проводили в Московском Сеченовском университете, мы проводили исследования по этой проблеме на базе клиники Акушевской гинекологии имени Снегирева. И вот по нашим данным оказалось, что кожный зуд является все-таки непостоянным симптомом и проявлением. И часто достаточно при скринировании мы можем выявить внутрепеченочный холестаз беременных, лабораторные признаки этого состояния у женщин в отсутствии кожного зуда. И по нашим данным эта цифра была достаточно значительной, около 27% случаев. Понятно. То есть, если перед нами женщина, которая жалуется на активный кожный зуд, мы можем практически быть уверенным, что у нее есть внутрепеченочный холестаз. Но если женщина ни на что не жалуется, тоже холестаз просто так не исключить. А что нужно сделать, чтобы верифицировать диагноз или исключить его? Какие лабораторные показатели, да, тут, наверное? Да, да, да. Немножко все-таки еще одну хотела сделать ремарку. Не всегда мы можем быть уверены, если у беременной женщины появляется кожный зуд на поздних сроках беременности, мы не можем без дообследования утверждать, что это у нее внутрепеченочный холестаз. Мы можем предположить, конечно, но обязательно в круг дифференциальной диагностики мы должны включать целую группу заболеваний, которые могут сопровождаться кожным зудом. Сахарный диабет, да, наверное? Ну, и стационарный сахарный диабет. Это может быть заболевание кожи, в том числе связанное исключительно с самой беременностью или аллергические заболевания. Это могут быть и какие-то липопролитеративные заболевания. То есть об этом мы, конечно, должны помнить. Или лекарственная аллергия и так далее. Если говорить о диагностике внутрепеченочного холестаза беременности, то наиболее информативным показателем является сыворочный уровень желчных кислот. Это такой золотой стандарт на настоящий момент. Помимо этого, конечно, свои информативности не теряют уровни трансаминаз. Они тоже повышаются. Они могут, непостоянно. А до каких цифр? Сильно или до 60-70? Ну, как правило, достаточно умеренно. Где-то полторы-две нормы. Бывают, конечно, в тяжелых ситуациях мы видим повышение до 1000. Но, к сожалению, полностью опираться на этот маркер мы не можем. Щелочная фосфатаза? Щелочная фосфатаза во время беременности достаточно сложна, потому что, с одной стороны, это классический маркер холестаза. Но во время беременности у нас есть еще один источник синтеза щелочной фосфатазы. Это плацента. И на поздних сроках за счет плацентарной фракции вот этот показатель становится недостаточно информативным с точки зрения диагностики холестаза. А желчные кислоты в крови, насколько сильно они повышаются? В десятки, там, раз, сотни раз, вот при холестазе? Все зависит все-таки от выраженности самого холестаза. Но помимо диагностической ценности, желчные кислоты несут еще информацию о прогнозе. И, скажем так, они указывают нам на дальнейшую тактику ведения этих пациенток. Было показано, что повышение желчных кислот, а вот нормативный показатель, это интервал является диагностически значимым от 10 микромоль на литр и выше. И если уровень желчных кислот выше 40 микромоль на литр, уже мы у этих пациенток ожидаем повышение риска развития осложнений со стороны плода, о которых мы говорили. А если этот уровень превышает 100, то риски просто колоссальные. И в этих ситуациях, конечно, мы должны достаточно активно вести этих беременных женщин. Так, ну то есть, в общем-то, для диагностики нам достаточно только лабораторного обследования. Да, никаких там инструментальных методов, еще чего-то мы не применяем. Ну, конечно, в лабораторные, среди лабораторных методов обследования мы включаем те параметры, которые позволяют нам исключить вирусные гепатиты. Да, обязательно изучаем у пациентки лекарственные анамнезы, да, потому что... То есть, исключаем другие поводы, заболевания, которые могут привести к повышению ферментов. К повышению ферментов, да, кожному зуду. Не забываем о заболеваниях печени, ассоциированных с беременностью. Это Хелп-синдром, это преэклампсия. На ранних сроках это поражение печени при неукротимой рвоте беременных. Если у пациентки есть какие-то признаки, ну, болевой синдром, да, мы, конечно, исключаем холилитиаз. Ну, ультразвуковое исследование, то есть, обязательно тоже входит в этот комплекс сам. Ну, если у пациентки есть какие-либо симптомы печеночной колики, конечно, мы в это включаем. Но, как правило, изменений при ультразвуковом обследовании со стороны печени мы не видим. То есть, печень не увеличивается, ничего с ней не происходит. Внешне она выглядит так же, как... Как у любой беременной женщины. Понятно. Ну, расскажите нам тогда про лечение. Как мы... Вообще, первый вопрос. Если я вижу перед собой беременную женщину с кожным зудом, с увеличением желчных кислот, там, 40, да, я могу взять на себя ответственность и вести ее самостоятельно? Или все-таки, опять-таки, ее лучше передать в руки специалистов по этой проблеме? Кто их ведет? Кто ведет? Ну, если мы... Давайте мы оттолкнемся от уровня желчных кислот, с которым пришла к вам пациентка. Если срок беременности все-таки еще небольшой, если уровень желчных кислот ниже 40, ну, допустим, 15 до 20, то можно ее вести, эту пациентку, амбулаторно. Но рекомендуется динамически контролировать уровень желчных кислот, то есть практически еженедельно. Если у пациентки уровень желчных кислот 40 и выше, это, конечно, акушерский стационар, потому что мы помним о рисках, связанных с таким выраженным холестазом беременных, и рисковать ребенком мы, конечно, в этой ситуации не имеем никакого права. Что касается лечения, ну, скажем, препаратом первой линии, с доказанной эффективностью, в настоящее время являются препараты на основе урсодезоксихолевой кислоты, которые безопасны и эффективны во время беременности. В настоящее время, конечно, назначая эти препараты, мы преследуем цели, с одной стороны, купирование и облегчение кожного зуда у матери, нормализацию биохимических показателей. Но самое главное, на что мы, конечно, рассчитываем, назначая эти препараты, это улучшение прогноза у плода и уменьшение риска развития осложнений беременности. Но вот по поводу последнего пункта данные доказательной медицины немножко пока противоречивы. Есть данные и Кохрановских обзоров, и крупных исследований, и метаанализов, которые, с одной стороны, говорят о том, что, наверное, все-таки прогноз не меняется в отношении антинатальной гибели плода, с другой стороны, другие, наоборот, исследования свидетельствуют все-таки об эффективности улучшения прогноза для плода. Но вот я думаю, что более крупные исследования нам, конечно, в будущем в этом отношении прольют свет на эту проблему. С другой стороны, назначение других препаратов в комбинации, скажем, как вторая линия или как препараты суммирующие эффекты, русофалька, назначение, например, препарата адомитианина, это также возможно. А в тяжелых случаях можно подключать методики экстракорпорального очищения крови, например, плазмофересы. В крупных центрах в нашей столице эти методики применяются. Я знаю, что в других городах нашей Родины тоже кушеры-гинекологи хорошо знакомы с этими методиками. И вот эти, в совокупности, все эти меры, конечно, позволяют нам, скажем, продержаться, доносить беременность до того строка, когда ребенок уже будет жизнеспособным и родоразрешение не будет взаимосвязано с такими, скажем, рисками, связанными с недоношенностью. А вот дозировки урсодозоксихолевой кислоты, они зависят от уровня желчных кислот в крови или там стандартные? Здесь у нас есть некий люфт в повышении дозы препарата, начиная мы где-то с 250-500 мг урсодозоксихолевой кислоты в сутки, и с дальнейшим повышением этой дозировки до 1200 мг в сутки. Это абсолютно безопасно? Урсодозоксихолевой кислоты нет никаких эффектов? Стератогенных, мотогенных и так далее? Да, никаких эффектов нет. Это естественная для нашего организма кислота. Она также, напомню, нашим коллеге вырабатывается печенью. Правда, ее доля в пуле желчных кислот несколько ниже, чем других. Но, тем не менее, этот препарат является доказанно безопасным. Ну и даже согласно инструкции, к сожалению, там указание только идет на второй, третий триместр, но вот этот препарат является безопасным. А во всем мире он также относится к категории безопасности БИ, согласно классификации Food and Drug Administration, где есть. Наверное, еще у нас осталось немного времени спрошу про желчнокаменную болезнь, потому что бывает такое. И вот лично в моей практике однажды была такая ситуация, что беременная женщина, и вот у нее начинаются какие-то приступы желчной колики и делают ультразвуковое исследование, а там камень. И мы знаем, согласно данным статистики, что у беременных женщин опять, наверное, в связи с повышенным уровнем прогестерона, со снижением тонуса, сократительной функции желчного пузыря, мы видим, что частенько у них там и сладж формируются, и камни. И вот что делать в этой ситуации? Во-первых, как часто вы видите беляр и сладж, и образование камней именно во время беременности, и если вдруг мы видим женщину, у которой периодически случаются желчные колики, нам ждать какой-то катастрофы, когда этот камень уже вклиниться, и с коликой ничего не сделать, или надо вот женщину как-то превентивно оперировать во время беременности? Есть какие-то у вас тут рекомендации? Да, это желчекаменная болезнь, все-таки это одна из болезней, которая ассоциирована с женским полом. Мы знаем, что при продуктивном возрасте частота желчекаменной болезни у женщин практически в два раза чаще встречается, чем у мужчин. И этому есть объяснение. Действительно, у женщин, рожавших многократно, много рожавших, вероятность развития желчекаменной болезни увеличивается. Действительно, этому виной гормоны, женские половые гормоны, но здесь механизм влияния немножко другой. Это связано с одной стороны. В первую очередь, главным дирижером здесь является эстрадиол, который нарушает биохимический состав желчи, с повышением уровня холестерина, на котором признан на сегодняшний день фактором риска номер один, повышает литогенные свойства желчи, а холестерин во время беременности очень нужен. Это является строительным материалом для всех стеройных гормонов, в том числе и половых гормонов. И, конечно, в этой ситуации мы чаще у женщин во время беременности мы наблюдаем развитие билярного сладжа. К счастью, билярный сладж в значительном проценте случаев спонтанно разрешается в послеродовом периоде, но, к сожалению, у части пациентов примерно в 12% они выходят из беременности с конкрементами желчного пузыря, не имея их до наступления этой беременности. А вот если мы увидели вдруг, случайно, каким-то образом сделали УЗИ и увидели, что билярный сладж, нужно назначать урсодезоксихолевую кислоту? Ну, вы знаете, если оперировать рекомендациями, которые есть с стороны наших западных коллег, относительно вообще подходов к лечению билярного сладжа, наши западные коллеги считают, что это не совсем целесообразно. Если говорить о нашем опыте, вот опять же, повторюсь, у нас было исследование проведено в Московском, в Сеченовском университете на базе клиники окушевства и гинекологии. И вот по нашему опыту мы выделили группу женщин, у которых вероятность формирования конкрементов вот из этого билярного сладжа достаточно высока. Это женщины, у которых есть избыточная масса тела, это женщины, у которых отягощена наследственность тоже желчекаменной болезни, это женщины, у которых в анамнезе был синдром поликистозных яичников, или женщины, которые принимают во время беременности гормональную терапию для пролонгирования беременности. Конечно, у этих пациенток все-таки мы на основании нашего опыта мы предположили, что должно быть все-таки более активное их введение, чтобы не сформировались уже конкременты, которые в последующем могут потребовать хирургического лечения. Так и здесь какие дозировки? Повыше? Дозировки те же самые, 10-15 миллиграмм на килограмм массы тела. Ну, как обычно, как и для небеременных женщин. Да. 10-15 миллиграмм на килограмм массы тела. Это вместе с плодом массы тела учитывает? Да, конечно. Понятно. Так, ну и извините, я вас перебила, у вас там была мысль дальше про камни, да? И теперь, да, вот эта ситуация тревожная, когда во время беременности у женщин развивается билярная колика. Что с этим делать? Ну, подходы к этому, конечно, те же самые, что и у женщин небеременных. В первую очередь, это, конечно, мы должны купировать эту колику назначение спазмолитической терапии. Если не поддается консервативной терапии пациенткам, мы ее, разумеется, госпитализируем. Если колика выражена, если есть нарушения со стороны биохимического анализа крови, мы видим, что вовлечкается уже и поджелудочная железа, и есть признаки холецистита, скорее всего, этой пациентке мы предполагаем оперативное лечение, которое не является противопоказанным во время беременности. Предпочтителем, опять же, является проведение хирургического лечения во втором триместре беременности. В этой ситуации риск преждевременных родов или потери беременности на ранних сроках минимален. Поэтому, да, не надо бояться хирургического лечения в тех случаях, когда оно показано. Спасибо большое. Мне кажется, у меня мои вопросы иссякли. Теперь мы, может быть, постараемся ответить на вопросы наших зрителей. Давайте начнем с первого. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, насколько безопасно назначение свечей, ректактив. Ректактив, и, к сожалению, нет, не знаю. Если бы знать, какое действующее вещество в основе этих свечей, я бы, наверное, могла пораспределить. Ну, давайте следующий вопрос. Добрый день. Нексиум в Саше идет с младенчества. В чем риск приема эзомепрозола в беременность? Только из-за отсутствия клинических испытаний. А я сейчас пока посмотрю ректактив. Что это такое? По поводу эзомепрозола. Если говорить о рекомендациях, мы еще обязательно апеллируем при назначении лекарской терапии беременным женщинам. Если в инструкции нет каких-либо четких указаний, мы апеллируем к международным данным. Международные рекомендации это та же Food and Drug Administration или drug.com к этим ресурсам, который, скажем, концентрирует всю информацию о безопасности лекарственной терапии у беременных. И там относительно эзомепрозола информация та же самая, что если польза от применения препарата превышает все возможные риски для ребенка, этот препарат применять можно. Но если, скажем, все-таки есть сомнения и препарат антисекреторный применять необходимо, ну, можно перейти к группе препаратов с более высокой доказательной, ну, более большей доказательной базой о безопасности, это локаторы H2-рецепторов. Вот такая, наверное, альтернатива. Так, я посмотрела, что такое Ректактив. Это сухой экстракт плодов каштана конского, который слабительное средство растительного происхождения 3-терпеновый сапонинэсцин содержит, который стимулирует интеррецепторы слизистой оболочки прямой кишки. Ну, то есть это, видимо, слабительное, стимулирующее растительного происхождения. Я думаю, на беременных не нужно, да, этим экспериментировать? Вот тут ничего вам сказать про этот препарат не могу. Конкретно про этот я знаю, что препараты на основе конского каштана с диасмином применяются безопасно при лечении, например, осложненных форм геморроя во время беременности, на поздних сроках беременности они разрешены. Но, однако, не могу вам сказать, какие еще компоненты входят в этот растительный препарат, не могут ли они обладать какими-то нежелательными эффектами. Потому что, когда мы говорим об экстрактах растительных травм, мы понимаем, что там помимо безопасных компонентов могут быть компоненты с недоказанной безопасностью и в не совсем понятных дозировках. Наверное, я бы остерегла. То есть в официальных рекомендациях у нас таких препаратов не значится? Пока не видела. Так, подскажите, пожалуйста, особенности лечения у беременных язвы желудка или 12-перстной кишки. Ну, если говорить о лечении этих заболеваний, наверное, Валерия Олеговна со мной согласится или, может быть, просто добавит свой опыт. Конечно, в этой ситуации мы не стремимся лечить, если вдруг обнаружен хеликобактер пилори. Потому что все-таки в настоящий момент лечение хеликобактера пилори – это не только лечение язвенной болезни, но и предупреждение развития онкологических процессов слизистой оболочки желудка. Но если говорить на таком краткосрочном интервале, как беременность, всего 9 месяцев беременности, вероятность развития онкологического процесса минимальна, а вот риски, связанные с применением антихеликобактерной терапии, они, конечно, достаточно высоки. В этой ситуации мы назначаем безопасные для беременных препараты антисекреторной терапии, антоцидные препараты, не назначаем препараты Визмута, которые противопоказаны во время беременности. Вот, наверное, вот такая схема. Согласна. Так, при спазмах в желудочно-кишечном тракте лучше использовать бускопан в свечи или в таблетированном варианте? Каков Ваш опыт? Сейчас бускопан можно беременную? Ну, препарат, обладающий холинергическим эффектом, если обратиться к инструкции, к этому препарату, да, мы увидим все-таки ограничения во время беременности. Связаны они все-таки с тем, что инструкция достаточно вредно, да, но мы все-таки должны следовать правилам, рекламентирующим назначение лекарственной терапии, особенно у беременных женщин, поэтому если нет строгих показаний, есть все-таки альтернатива в назначении спазмолитических препаратов более безопасно, согласно инструкции. Ну, мы можем назначать и препараты НОШПы, да, вот лучше, конечно, использовать их, но если ситуация экстренная и краткосрочная назначается эта терапия, совсем коротким курсом, но просто нет других возможностей, да, либо там свечи с попаверином, ну, мы можем назначать бускопан, но не имеет значения в какой он лекарственной форме. Ну, опять же, да, мы всегда помним о том, что должны мы все-таки стремиться назначать терапию в соответствии с инструкцией к препарату, либо при невозможности отказаться от этой терапии, обязательно себя обезопасить подписанием информированного согласия у пациентки, врачебной комиссии, вот эта ситуация. Ну, а дротоверин, он официально разрешен у беременных, его в качестве спазмолитика можно использовать? Может, он, к сожалению, может быть не всегда настолько эффективен, как какие-то препараты немножко другого механизма действия для гастроэнтерологических ситуаций, но, тем не менее, акушерогинекологи тоже его активно и широко применяют. Спасибо, у нас есть еще вопросы или все? Нет, да? Тогда мы, наверное, будем заканчивать. Спасибо вам большое за ваши ответы на, мне кажется, достаточно сложные вопросы. Все-таки мы в своей рядовой клинической практике редко сталкиваемся с такими пациентками, а когда сталкиваемся, мы их очень боимся и переживаем. И я надеюсь, что сегодняшняя наша беседа была полезной для многих наших докторов и терапевтов и гастроэнтерологов. Большое вам спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Спасибо большое за приглашение и за прекрасные вопросы. Спасибо. Ну все, а мы, друзья, с вами прощаемся и до новых встреч. До свидания. Всего доброго.